Традиционная сводка 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 покинуть этот район и так с этим направлением понятно также продолжается бои в районе попасной на занято несколько незначительных населенных пунктов в районе рубежного северодонецка-лесичанска пока серьезных боестолкновений нет идет обмен ударами артиллерии и также больших наступательных действий в районе изюма не наблюдается под киевом тоже очень примечательный момент мэр борисполя объявил об эвакуации города обуславливая это тем что российские вооруженные силы подходят к его границе и действительно все говорит о том что российские вооруженные силы уже ближайшие несколько дней могут появиться на границе города удержать линию на дальних поступок борисполю украинским вооруженным силам не удалось то есть медленно но уверенно российские войска приступают плотной блокаде киева с восточного направления и также сегодня пришли сообщения о том что возобновились очень серьезные бои в районе бывшего идет очень интенсивная работа артиллерии со стороны российских войск со стороны украинских вооруженных сил а вот после вчерашнего вернее уже позавчерашнего поражения артиллерийской группировки на север и киева крылатыми ракетами команды не в сун на этом направлении говорит о том что ресурсов дальше какие-то наступательные действия производить здесь у них нет то есть артиллерия высу после подавления этой батареи стала очень и очень пассивной что позволяет российским войскам надеяться на успехи и здесь пока результатов этих боев у меня нет ну надеюсь к вечеру что-то прояснится вот это примерно так выглядит ситуация на сейчас примерно 11 часов утра 22 марта ну и в конце краткое сообщение о чем я хотел сказать вы знаете вот я смотрю на риторику официальных представителей киевских властей и вижу как она серьезно меняется вот если например пару дней пару недель назад тот же например рестович ну а это же говорящая голова офиса зеленского говорил о том что ребята потерпите две недели через две недели мы перейдем в контрнаступление то сегодня уже отодвигаются сроки контрнаступления на 3-5 месяцев то есть украинцев призывают потерпеть еще 3-5 месяцев оборонительных тяжелых боев за эти 3-5 месяцев мы конечно безусловно накопим большие силы и отбросим противника то есть мы видим как смещается риторика властей которые прекрасно понимают что ситуация на фронту аховая но каким-то образом они пытаются удерживать уверенность украинцев в том что они побеждают ну а другого путек я показывал в предыдущих материалах у них просто нет все вот теперь точно все на этом пока до свидания и до вечерней сводки